друзья всем большой привет сегодня у нас очередное интересное видео говорим на тему опять ценообразование опять того как вам выгоднее и по более низкой цене соответственно но при этом без дополнительных каких-то рисков купить часы в коллекцию в сет выгодно и по приятной цене относительно бренда относительно модели или каких-то усложнений и так далее сегодня о некоторых интересных вещах поговорим поэтому ставьте лайк авансом как всегда будет интересно и полезно поехали и так сразу с места в карьер да чтобы это видео не затягивать давайте признаем что конечно же в цене многих часов прежде всего играет роль бренд определенный хайп который есть на рынке и дефицит которые раздувают но всем известные компании а так филиппа дмар пиде rolex и еще несколько подозреваемых ну вот из-за их политики в том числе то что у них есть мощности но они все равно спрос с одной стороны превышает предложение но и предложение сильно быстро не увеличивается или даже иногда сокращается вот поэтому конечно же если какой-то идет хайп если идет огромный спрос на какую-то модель тут цена на нее будет расти это базовые принципы экономики бизнеса и спрос и предложения да вот поэтому если вы хотите найти часы дешевле как можно дешевле то вы прежде всего должны искать модели и бренды либо рядом с хайповыми либо вне хайпа тогда у вас появится возможность очень хорошими дисконтами купить часы на рынке прежде всего на вторичном рынке конечно же здесь мы с вами имеем ввиду сейчас будет примеры по конкретным там моделям по конкретным моментам где можно сократить стоимость и поэтому не переживайте что еще на что стоит обратить внимание прежде всего это конечно же материал корпуса это диаметр часов это состояние часов новые они не ношеные был утосанные какие-то в ну да что там надо что-то менять конечно же от этого будет зависеть цена комплект если гарантия нет гарантии в если коробка что еще вообще есть это все входит конечно же в цену вы это должны понимать если мы посмотрим какие-то примеры но вот просто для примера я не буду здесь кого-то сегодня рекомендовать или кого-то гнобить или кого-то возвеличивать я просто покажу ряд примеров которые мне попались или открутились у меня в голове последние дни просто вот такая модель это одна кстати из тех моделей которые мне нравится действительно rolex day just и причем мне нравится вот это 36 миллиметров на юбилейном браслете с золотым безелем рифленым и вот с таким интересным циферблатом ну достаточно популярная сейчас модель достаточно интересная и понятно что если вы такую модель я здесь не стал там показывать какую-то банальщину типа субмаринера или дайтоны это и так всем понятно что это хайп и что если вы хотите субмаринер или дайтону то вы переплачиваете сразу потому что на нее большой спрос то есть это мы даже за скобками оставляем а просто вот вопрос в том что если вы хотите вот подобные rolex то вы конечно же будете переплачивать на вторичном рынке если вы хотите что-то похожее но там винтажненько или что-то схожее но допустим там не на юбилейном браслете да и попроще то конечно же цена будет ниже это первый момент второй момент который я сразу здесь обращаю внимание если мы остаемся даже в рамках rolex или любого другого бренда обратите на это пристальное внимание что rolex да и джаст допустим 36 всегда будет стоить меньше на несколько тысяч долларов чем 41 то есть вы скажете но спасибо капитан очевидность открыл нам америку да то есть это стоит там 13 14 условно плюс минус да то есть цены там варьируются от рынка от состояния а если это там 41 он там будет 17 18 допустим в долларах то есть реально в основном где-то разница в 34 тысячи иногда вот это чуть отличается но в чем здесь фишка фишка состоит в том что если у вас небольшое запястье по крайней мере там до 17 17 с половиной сантиметров до диаметра запястья то вам часто возможно 36 подойдут лучше потому что за счет вот этих все равно ушей и конструкции в принципе корпуса но rolex смотрится достаточно габаритно в принципе и вам может быть 41 они не и не нужны они не подойдут поэтому если вы их не мерили то сходите померьте найдите где-нибудь хотя бы может быть не такую модель условно до ног или та которая вам нравится но схожую какую-то и померьте потому что для многих людей там не знаю для до 50 процентов они хотят себе rolex 41 но он на них будет смотреться плохо понимаете и возможно вам нужно просто модель меньше и вы сэкономите несколько тысяч долларов или и время да и получите куда возможность потому что 36 всегда все-таки их проще как правило найти на рынке вот такой интересный момент поэтому обратите на это пристальное внимание что еще здесь стоит сказать ну и понятно что если rolex там 36 миллиметров у них будет одна цена там 14 тысяч долларов но если вы аналогично какую-то это я не хочу даже в баналищину как бы впадать поэтому я просто об этом скажу галочку поставлю мы двинемся более интересным моментом но вы допустим хотите купить что-то схожие и смотрите там омегу или тюдер или еще что-то и если вы пойдете туда да то вы конечно же можете получить что-то издалека похожее примерно понятная ту же омегу можно подобную там за пятерку за пятерку получить допустим да и понятно что вы можете купить часы дешевле но это не будет rolex это будет омега а для кого-то омега это на том же уровне что и rolex кто-то ставит и выше потому что более честный бренд и так далее так далее да но это просто я должен был об этом сказать но я не хочу об этом долго останавливаться это очевидно давайте двинемся дальше в более тонкие такие материи дальше это продолжаем тему диаметров и вот просто пример вы знаете что бриге одна из моих любимых марок поэтому она у меня кочует периодически видео из видео но под разным соусом и вот что я хотел бы здесь тоже сказать что есть вот такая модель в розовом золоте она стоит как чугунный мост по крайней мере у официального дилера в россии и но модель как модель классная модель 39 миллиметров казалось бы немного но за счет вот этих ушей гигантских у бриге всегда носятся они больше то есть где 39 там это будет как 41 примерно где 40 это будет как там 42 где 36 то там будет как 37 с половиной 38 и вот здесь тоже есть такая находка для небольшого для тонкого запястья что если вам хочется какие-то классические часы там золоте да не важно в стали вы возможно вам реально нужно вот я просто чего вас призываю вам нужно найти похожую модель не стесняться заходить ну сейчас уже много бутиков закрыто но куда-то заходить еще можно заходить мерить смотреть потому что может быть та модель о которой вы мечтаете нам во первых не подходит во вторых вам нужно меньше модель и это существенно как бы сократит ваше время для достижения цели вот о чем сегодня я вам хочу сказать понимать его допустим есть такая модель она стоит в россии как чугунный мост 5 200 миллионов 39 здесь у нас база насколько я помню фредерик пиге 71 с 3 четвертым ротором да и все понятно красивая модель я не буду здесь на останавливаться на дизайне каких-то вот этих вещах сегодня сегодня видео о другом да о ценах ценностях о вариантах покупки есть такая же на винтажная модель да вот здесь там 5 на вторичном рынке если вы там в долларах можно там я не буду вам брать но помню там 25 тысяч долларов но все равно намного сразу дешевле а есть допустим вот такая на винтажная модель оригинальная 3330 с полным календарем и она 36 миллиметров вот ну вы понимаете видите да что то же самое практически нету единственно секундной стрелки здесь желтое золото да это старенькая модель но я мерил подобные модели они прекрасно сидят на запястье смотрятся здорово элегантно не менее элегантной и интересно чем вот свежая модель тут тоже база фредерик пиге 71 ну то есть все примерно то же самое то есть механизмы настолько были надежные там есть у лимани или фредерик пиге что в принципе от годы десятки лет идут а по большому счету часто ничего не меняется ну и появились там кремниевые спирали там вилки еще что-то спуске в это понятно но если вам хочется вот какой-то дизайн и в том же даже материале вы можете найти просто на винтажную какую-то вещь и она будет стоить просто значительно дешевле то есть 15 16 тысяч это не 5 миллионов до это там миллион триста или сколько то есть сразу ваша цель значительно сокращается так вы поймите одно что вот эта модель вот эта модель на вторичном рынке вот мое личное убеждение со временем будет цениться даже выше чем вот та новая вот как это не парадоксально потому что это одна из ранних моделей к ней был причастен дэниэл рот еще когда возрождал бриге да поэтому вот такие вещи это даже более эксклюзивные более интересные да это 36 миллиметров но еще раз они будут носиться как 38 желтое золото там на полном комплекте но вот здесь без я опять же это показываю просто потому что здесь хорошие веселые картинки масса таких предложений за схожие деньги и с документами и с коробкой и со всеми делами и вы сразу сокращаете да то есть вещь берете был сокращаете но допустим у приличного дилера до какого-то хорошего продавца меньше диаметр да это будет какая-то более старенькая модель но тот же дизайн тот же бренд тот же соус и вы сразу фом падаете и можете допустим за 20 процентов от стоимости там за 25 уж точно купить от вот этой модели современной подумайте об этом потому что некоторые застряли немножечко в своем боксе в каком-то коробке и не понимают как добиться какой-то цели или достать какую-то модель от просто голову включить и немножечко посмотреть по сторонам и возможно будет больше вариантов двигаемся дальше что еще можно точно сказать но опять же не останавливаюсь на сегодня на таких вещах как-то полный комплект новые бэу это и так понятно что если это без комплекта бэу ушатанные часы то вы их купите максимально по низкой цене это это очевидно да сегодня видео не на таких очевидных сразу вещах так давайте двигаемся дальше дальше я скажу на примере а и даблю си вещь которую тоже почему-то не все понимают не для всех очевидно это вот то что с одной стороны вне хайпа с другой стороны если мы обращаем внимание на материал корпус я как-то записывал видео по поводу а и даблю си top gun и вот этой модели с эротаниум где у нас идет сплав титана и керамики новая там разработка и даблю си и вот за этот хайп за вот этот тренд но они там хотят там тринадцать пятнадцать шестнадцать тысяч долларов за часы которые по сути на базовом механизме супер доработкой на базовом механизме я записывал поэтому поводу большое видео я ставлю ссылочку чтобы не повторяться там такое небольшое детективное расследование с указанием на очевидные вещи а для многих не очевидны и вот есть такая модель черно-серая да с эротаниум вот такой механизм и то есть это очень не механизм а такой корпус и вот люди хотят пятнадцать шестнадцать тысяч за вот за такую тему на базовом механизме но при этом при этом есть рядом допустим модель практически на таком же механизме такой же дизайн чуть винтаж и для меня даже вот это более интересный дизайн с таким чуть персиковым люмом из коллекции спидфайр они из хайпового топ гана и все то же самое только встали ну встали до придется сопли слезы вытереть и вместо сыротаниума взять сталь и цена падает в три раза в три раза в среднем да а вообще такие часы где-то ну в районе пятерки можно найти получается что у нас в три раза мы покупаем часы дешевле механизм плюс-минус тот же весь соус тот же бренд тот же и эти часы даже еще будет может быть лучше со временем да потому что сыротаниум там на настолько раскочегарено на вторичном рынке что люди потеряют деньги кто его купить сейчас я думаю вот мое мнение да и даже на самом деле вот чуть-чуть здесь поискал даже в линейке топ ган у а и wc если не будет написано не сыротаниум а просто керамика просто керамика то вы такую же очень похожую модель только с красными акцентами на циферблате вы купите там уже около семерки по-моему там от шести с половиной где-то до восьми тысяч есть в два раза дешевле да это будет не сыротаниум это будет керамика но то есть кому то есть включите голову иногда и может быть не стоит вестись на какие-то вот такие хайповые штуки и взять просто что-то вечное да что не выйдет из моды и и из и сэкономить десятку на счетом несколько моделей коллекции или просто их там положить в банк пускай вам процент приносит поэтому понимаете дальше мне говорю вот такая интересная закономерность обратите на это пожалуйста внимание дальше для некоторых людей может быть не такая очевидная история это вот взаимодействие скажем так и бренда и механизма если мы ищем какие-то часы и хотим допустим нам нравится кто-то механизм вот я там именно я обращаю очень пристальное внимание на механизм я охочусь за определенными моделями чтобы там был определенный механизм желательно с открытой крышкой сейчас для меня это вот интереснее и более важно и вот есть такая такая популярная модель в аширон константин american до 1921 с таким сдвинутым циферблатом но все понятно да как бы классная модель белое золото по-разному они на рынке торгуются и суть не в этом до суть в том что но хотят вот там на хрона в среднем 35 тысяч механизм здесь база 4400 вот так он выглядит на ручке вот такой симпатичный механизм женевское клеймо да все хорошо все здорово вручные фаски все все мило симпатичное но опять же по сравнению с некоторыми вещами где даже нет женевского клейма но нормально но вау эффекта нету но неплохо да неплохой механизм но без вау эффекта скажу честно дальше если нам интересен механизм и вот для нас вот сейчас да не принципиально вот такие часы с сдвинутым циферблатом именно эта модель и мы хотим ли у нас нету все этой суммы или мы не хотим столько тратить на эти часы что мы можем с вами придумать мы можем взять тот же бренд и тот же механизм на базе 44 2 0 и допустим открыть для себя вот такой полный календарь от ваша рона очень интересная модель которая и gpsg побеждала в премии женевы и больше усложнений классные эти ушки такие бычьи возможно мне эта модель не нравится даже больше и что мы видим с другой стороны мы видим ту же базу 44 2 0 да вот такой интересный корпус да здесь сталь не белое золото понятно но для кого-то это будет даже плюс и вы получаете полный сет вот такую модель тот же бренд и тот же механизм в два раза дешевле понимаете то есть и неважно за сколько вы там то есть можно и дешевле этой суммы найти чуть дороже все зависит это же женевское клеймо тот же механизм тот же бренд а цена в два раза падает понимаете вот если вы чуть включите разум до посмотрите по сторонам осмотритесь вы будете находить такие сделки такие возможности и вот такие открытия вот такие скрытые часовые алмазы как я это называю да поэтому обратите на это внимание то есть берем тот же механизм и смотрим даже внутри этого бренда или рядом что еще здесь стоит дополнить также вот я для примера взял механизм который называется ваш рон константин калибр 1137 вот такой красивый механизм да и он у нас стоит в хронографах оверсиз прошлой версии да вот такой тоже вам просто такой не нетривиальный пример вот так он выглядит вот такой ротор здесь у нас пониженная частота 21600 большая дата но здесь весь соус да понятно но в чем в чем фишка фишка состоит в том что база этого механизма фредерик пеге 1185 уже знакомые нам имена да давайте перейдем на 1185 что мы здесь видим что на этом же механизме на этой базе да чуть доработанная туда-сюда нас вот выпускает часы в шарон константин адемар пеге блампа и кто в 185 это у нас кто она тоже тоже блампа да это видите на этом же механизме идут часы блампа как раз 50 фатамс ведь причем вот этот даже лимания лиман извините достаточно простые часы их можно найти на вторичном рынке где-то 55 500 между прочим вот вам тоже такой лайфхак для подумать то есть можно эти часы за 5 500 можно найти оверсистом такой сколько он там будет стоить где-то ну там двадцатка по моему что старый версии за давно не смотрел а можно найти на этом же механизме с доработкой можно найти хайпа в адемар пеге и заплатить 50 70 80 100 20 тысяч долларов за соус и за бренд понимаете но механизм будет тот же от блампа или но если говорить более правильно от фредерик пиги вот возьмите это на заметку и подумайте что можно вот так вот анализировать и делать такую прямую линию и смотреть что может быть иногда не стоит за 50 70 тысяч покупать адемар пеге а стоит допустим на том же механизме купить ваш урон старая версия и допустим взять оверсис и сэкономить в два раза и взять по большому счету бренд того же уровня то есть для меня ваш урон и и адемар это бренды одного уровня только у ваш урона с фантазии намного больше и лучше сейчас чем у адемар пеге и я об этом записывал отдельное видео посмотрите по поводу адемара вот такая наверное интересная здесь вещь то что я хотел сказать что еще я упустил из того что вам хотел сказать давайте наверное обратимся к презентации и будем подводить локальные итоги чтобы не за это видео не за тягивать то есть вас интересует что у меня вопрос хайп или ценность вас интересуют купить часы чтобы кенты вас уважали да и вы были там в авторитете или вы действительно разбираетесь в часах вы вы хотите понять что можно сократить диаметр если это возможно можно рядом взять бренд то есть вместо ваш урона взять блампа вместо бламп вместо адемара взять ваш урона вместо ролик взять омегу и получить тот же респект от ценителей энтузиастов но при этом сэкономить десятку допустим да или вам нужно вот именно этот ролик хорошо тогда посмотрите может быть 36 а не 41 если для вас это будет возможно конечно же материал корпуса играя значение я вам привел такой нетривиальный пример как саратаниум керамика и просто сталь на примере а и дабы уси и как цена падает с 13-15 падает на 7-8 а потом за сталь падает допустим на 5-6 то есть это очень думаю интересная история также конечно для некоторых будет важный момент это ремешок я не стал сразу говорить что конечно же если это модель на браслете она всегда будет дороже особенно если так это хайповая модель чем эта же модель на каучуке или на кожаном ремешке это очевидно но если стоит вопрос цены или вот но не всегда вам хочется не всем хочется все время стальные браслеты бывают тяжелые часы бывают но не нравится браслет не все нравится воды мара допустим браслет вы можете взять на каучуке сэкономить иногда это десятки тысяч долларов особенно если это в золоте адемар и при этом получить те же часы и при и это будет стоить дешевле что еще ну понятно что покупка был часов или без комплекта это все очевидно но если вы вот таким хотите заморочиться то конечно моя рекомендация все таки искать и брать не у какого-то частника брать все таки у проверить проверенного какого-то часового салона дилера который даст гарантию вам год на эти часы которые вас там не кинет если будут какие то вопросы вы можете их решить с продавцом и будет у вас бумага по крайней мере о приобретении допустим это будет лучше если совсем нет документов и комплекта чтобы себя немножечко подстраховать да понимаете но при этом может часы все равно дешевле купить если они был и без комплекта какая цена но я считаю что иногда иногда вот путем таких манипуляций как размер состояние комплект и разные но бренд иногда можно цену сократить в пять раз да то есть примерно купить часы за 20 процентов от того что вы изначально думали что вам надо вот я когда начинал увлекаться часами я вообще думал блин у лис нардан да я вообще себе не могу эти часы позволить меня жаба задушит и чем я больше смотрел часы у официального дилера тем больше я видел что они растут в цене с каждым годом я думаю блин но это невозможно за эти деньги купить часы а потом я просто включился я понял как их можно найти дешевле как их проверить как 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 и купил часы значительно дешевле у лисы чем они были в меркури так дальше ну конечно же здесь стоит сказать еще один экстра бонус кто досмотрел до этого места такая тема ну вы видите как называется этот канал да то есть мы здесь не сидим в коробке и мы не мыслим как ленивые задницы мы включаем голову и мы нам интересно это хобби понимаете то есть нам интересно искать часы охотиться искать какую-то сделку договариваться торговаться упускать часы страдает что ты их не купил это все часть увлечения часть этой истории это нормально и поэтому есть такая тема которую хотел с вами тоже обсудить это как покупка у вынужденного продавца конечно же это идеальная сделка что это значит это когда человеку нужны деньги нужны деньги вчера или сегодня утром и вы готовы дать ему эти деньги и соответственно получить часы как можно дешевле конечно же этим пользуются ломбарды в основном какие-то салоны на вторичном рынке когда человек особенно не сильно осведомлен то есть он приходит и они ему дают какую-то ну совсем низкую стоимость за эти часы то есть это это очевидно это понятно но мы с вами не ломбарды да и и вопрос в чем вопрос в том что как нам это применять то есть конечно же когда ищешь часы на вторичном рынке и ты понимаешь что ищешь и допустим наткнулся на кого-то частника иногда ты понимаешь что человек не не шарит то есть он не понимает что он продает и конечно же здесь есть риски наткнуться и на мошенника то есть это нужно понимать что человек прикидывается там валенком а на самом деле он понимает что происходит его хочет вас надурить то есть продать вам котлету такой момент тоже может быть поэтому я всегда говорю что если вы на вторичном рынке встречаетесь по сервисном центре не жалейте на это деньги и проверяйте механизм проверяйте часы особенно если это хайповые часы но если это вынуждены продавец то есть он деньги нужны срочно еще вчера то в таких случаях можно купить часы очень дешево вот у меня были примеры я не буду говорить как какие часы так купил но у меня были такие примеры несколько моделей двое часов я купил примерно за 15 плюс минус процентов от их ритейла и это была выгодная сделка но и человек был доволен понимаете потому что ну как правило там от кого-то достались часы или человек не носит там подарили вот не носит подарили это идеальный вариант часто бывает что можно человеку предложить какую-то стоимость и он готов согласиться если он не до конца понимает вот ну у меня это было 15 процентов от ритейла так ну вот это наверное основное то что я хотел сказать или еще что то ну и конечно конечно же конечно же в заключении это что еще можно здесь порекомендовать это покупать часы определенные модели не все далеко какие-то часы дешевле в россии покупка за рубежом если у вас есть такая возможность купить что-то в штатах в эмиратах не знаю в турции или если у вас нет таких возможностей или вам нужны конкретные часы из европы то здесь я могу там подсказать у нас вот есть такое направление как там заказ доставка часов из европы да то есть это безусловно интересный вариант особенно для редких часов которых там нет в россии то есть здесь не будет самая бросовая цена самая дешевая нет но здесь будет цена справедливая спекулятивная рыночная ниже ритейла российского как правило ниже европейского ритейла или плюс-минус в этот ритейл и в зависимости от модели конечно же и при этом вы получаете часы с гарантией дешевле рынка российского да и довольно как слоны и прозрачная сделка то есть такая возможность тоже есть это обговаривается отдельно если что будет ссылочка в описании это тоже как вариант того как купить часы дешевле иногда значительно дешевле друзья ну вот это то что я сегодня вам хотел сказать надеюсь что материал был полезен если это так ставьте лайк мы здесь стараемся видите говорить не только о линейных каких-то вещах такие-то модели сякие-то модели топ-5 топ-25 ну и такие вещи как цена ценность ценообразования какие часы выгоднее купить по механизмам пройтись то есть я стараюсь копать чуть глубже чем это часто делают какие-то часовые блогеры от которых мы уже с вами иногда устали потому что одно и то же они там пилят и иногда уже неохота смотреть вот ни про кого плохо не говорю я просто так мысли вслух вот поэтому всем большое спасибо за внимание все контакты есть в описании под этим видео если вам нужна подсказка или какие-то достать часы или оценить или подсказать где куда и что и почему вы всегда можете ко мне обратиться и все на этом всем большое спасибо за внимание до встречи в следующем видео с вами был Виталий Сергеенко мы с вами на связи и до встречи наверное воскресенье воскресенье выложу для вас еще одну интересную тему поэтому подписывайтесь на этот канал ставьте лайк жду ваших комментариев и каких-то еще может быть идей как купить часы дешевле только давайте какие-то интересные идеи а не там какие-то супер рискованные или какие-то совсем уж там бедовые да давайте более какие-то интересные идеи всем успехов и мы с вами на связи всем хорошего вечера всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр